В жаркий июльский полдень мы приехали в Новокосино и сразу же обратили внимание на множество перемен. Если еще полгода назад этот новый район столицы чрезвычайно напоминал громадную строительную площадку, то сегодня его уже заполнили новоселы. Фактически первая очередь свыше 600 тысяч квадратных метров жилой площади уже построена, а кроме этого готовы новые школы, детские сады, почтовое отделение, несколько магазинов, поликлиника и так далее. И, наверное, можно было бы поздравить свыше 30 тысяч новоселов и поблагодарить строителей, но сначала несколько небольших интервью. Мы обратили внимание, что очень много детей в Новокосино. Как вам живется здесь? Ну, дома, конечно, удобные, садов много, школ много, все хорошо, но, к сожалению, асфальтовые дороги совершенные. Очень в кошмарном состоянии, грязи полно, а особенно, когда дождь пройдет, так вообще не проехать. Ну, скоро будут благоустраивать, вроде бы завещают уже, это осенью обещают благоустроить. Почему бы до осени ждать-то? Побыстрее бы хотели? Да, конечно, побыстрее, потому что одна колеска в среду, другая сзади. И постоянно в грязи все, очень плохо. В свое время глав МОС-3 обратился в МОС-Совет с просьбой перенести сроки благоустроительных работ и получил на это разрешение. Вот и приходится новоселам на каждом буквально шагу преодолевать полосы препятствий. Правда, сегодня строители довольно рьяно принялись за дело, и этот долг новоселам будет скоро выплачен. К сожалению, долг не единственный. Ждет своего завершения строительство АТС, а пока телефонами удалось обеспечить только ветеранов Великой Отечественной войны. Осень обещают достроить этот крупный универсал, а также булочную, которую, кстати, первоначально собирались сдать еще в году минувшем. Да, не сбылась при строительстве нового косино голубая мечта о комплексной застройке. Конечно, главное жилье, но все-таки. Здесь благоустроены дома, а так, еще, конечно, мало чего есть здесь. Магодин один. Магодин один, да. Садов не хватает, если уже. Уже сейчас не хватает садов? Да. Детей здесь, как говорят, называют здесь район молодой, молодежи. И многодетных детей много, и садов уже не, если не хватает. Много очень многодетных. Сразу же проблема, сразу же не хватает детей. Сразу проблема, да, сразу проблема. А как вам живется в Рокосино? Ну что, живется, в общем-то, неплохо, квартира хорошая, а вот с продуктами очень плохо. Каждый день приходится ездить вообще на платформу Новогиреево за продуктами. Здесь вообще ничего нет. Скажите, что в инверсальном магазине постоянно в магазине. У нас кислое молоко постоянно. У нас маленькие дети, и невозможно даже купить молока, сварить им кашу. Вот, и ездим, черт знает, куда за молоко. Какой-то, кажется, там вообще пустой магазин. Один магазин на весь район. Какой-то кошмар. А так, говорю, квартира хорошая. Жить, конечно, все прекрасно. Но с продуктами, с такими детьми мы же не наездимся. В Перовском райисполкоме мне сказали, что со временем Новокосино станет самой комфортной, самой лучшей частью района. Охотно верю, что так оно и будет, когда отдадут все свои долги строителей, наладится снабжение и вообще устоится жизнь. Вот только обидно, что по-прежнему в довольно печальные тона окрашен для десятков тысяч людей праздник новоселья. Почему же нельзя, чтобы сразу и телефоны в квартире, и с продуктами без заботы? Ответ прост. Пока еще Москва строится так, как это удобно мощным строительным крестам, а не москвичам. А надо бы наоборот. Как вы считаете?